Всех приветствую на WallStreet Online Каждую пятницу в 20.00 собираемся по этой ссылке И просматриваем основные фьючерсные рынки Начнем с новостей, которые были на этой неделе И которые предстоят на следующей На этой неделе важные события были Это процентные ставки трех банков Российский оставил на том же уровне 10% Британский на том же уровне И Фомка подняла на 0,25% Реакция рынка была не такая волатильная, как ожидалось Но ее ждали, это повышение фактически со дня на день Поэтому рынки уже были готовы к этому повышению На следующей неделе в индекс злового климата IPO по Германии 19 декабря в 12.00 Потом в среду считаются штаты по запасам сырой нефти И продажи жилья на вторичном рынке Идет неделя, насыщенная по отчетам ВВП Британия отчитывается по ВВП четверг И штаты по третьему кварталу В пятницу отчитывается Британия По тоже третьему кварталу И канун Рождества в Великобритании В пятницу праздник в Британии и Японии В Японии день рождения императора Так что вот такие события Из тех, которых нет Ну вот те, которые есть события в экономическом календаре Иконодей Елен в час тридцать по пм Будет в понедельник выступать с какой-то речью И на это стоит обратить внимание Также в четверг 22-го Jobs Claims Из таких market moving событий Ну в последнее время на них не особо реагируют Вот такие события ждут нас на следующей неделе Ну скажем Не менее важные будут Чем на этой Близится период Рождественских праздников И ликвидность на рынке может немножко снизиться Активность может снизиться И после нового года уже начнет восстанавливаться Поэтому учитывайте это И особенно при долгосрочных позициях Это хочу продемонстрировать Итоги после трамповских выборов По секторам Если присмотреться внимательно Очень и очень хорошо себя чувствуют Все что связано с финансовым сектором Причем JP Morgan Плюс 8% Это невероятное Приток Волсфарго почти 5% Банков Америка 15% Citigroup тоже 8% Вот И Apple плюс 8% Предновогодние распродажи Гаджетов делают свое Ну и также Все что связано с нефтью Газом Тоже неплохо себя чувствуют Особенно Exxon Ну и Петра Чайна Плюс 13% Шеврон немножко встает У них там Заминки какие-то Медицина Фармацептика Просаживается почему-то В зимний период наоборот Должны быть Сильные продажи По фармацептике Возможно перед сезоном Как раз и просаживают их Так Это за месяц За квартал Выглядит ситуация Немножко по-другому В основном Всю прибыль на себя Тащит финансовый сектор Только чего стоит Волсфарго Плюс 22% Дж.П.Морган 30% Бэнков Америка 50% Невероятно Просто Если так посмотреть За три месяца Такой Подъем На таких крупных Акциях Это Петра Петра Плюс 18% Эксон 9% И шеврон 20% Так что Они тут в принципе Недалеко Ушли А вот такие Развисовки По фондовому рынку Секторам На Финвизе Так Теперь Сейчас мы Включим Заканчивается Вернее Завершились Большинство Контрактов Декабрьских И мы Можем Подвести Итоги Значит Это Рейтинг Трейдеров Которые Торгуют Публично Здесь И Реальные Счета И демо Поэтому Все будет В перемешку Сейчас мы Смотрим рейтинг По CME То есть Все инструменты Которые были И есть Вернее На CME Торгуются Суммарно Вот По Total PNL Неизвестный Одной сделкой Что-то Очень долго Выдержал И 3.7 Вернее 3.700 Интересная Вот Картина С Новыми Трейдерами Долька Надо Присмотреться 94 сделки Из них 54 плюсовые Это В принципе Если Серийность Такая И С хорошими Ну То есть Нет Сильных Просадок Можем В принципе Заглянуть В Performance Report И Вот Макс Другдаун В процентах Тоже Не особо Много То есть Статистику По каждому Трейдеру Вы можете Детально Просмотреть И Выбрать Хороших Таких Толковых Трейдеров Наблюдать За их Торговлей И Даже Копировать Сделки Вот Billen P 5 сделок И все В яблочко Рекомендую Посмотреть Янсен П Если не ошибаюсь В прошлом Или позапрошлом Контракте Показал Тоже Неплохие Результаты Студенты Да Очень приятно Удивлен Смарт Волюм Трейдинг Команда Пятое место Неплохо 36 сделок 24 плюсовой Так держать Извините Я Немножко Урезал Никнеймы Замистоклз Я думаю Так Очень много Сделок 600 сделок Из них 266 И 328 Ну Слишком Слишком Много Анкно Трейдер Тоже Достаточно Много Открытых Позиций Новый Трейдер Невада Неплохая Серийность 10 Сделок Сдержанно И 8 Плюсовые Неплохо Неплохо Так Это Этот аккаунт Все равно Stockmoney 128 Тоже Новый Трейдер И Неплохо Вырвался С 22 Сделками Из них 20 плюсовой Детали Можно Посмотреть На Конкретно По каким Тикерам Были Открыты Позиции И Как Эти Сделки Были Открыты На Трейдер Стрейдер Можете Посмотреть Либо же Прямо здесь Перформанс Репорт Разобраться Какая у него была Динамика По PNL 660 На сделка Второй счет Семистоклс Но тоже Закрыл Молодец Спартак Тоже Новый Не Не Наблюдал Раньше Ну В принципе Так Если смотреть По первой Достатке Серийность Отличная В районе 6-5 Из 10 ЗХ Тоже Новый Трейдер Ну В общем По правилам Без Мини Трейдера Мы Не Можем Инагуировать На первое Место Награждать Поэтому Под семье Тут Результаты Долька Первый Биллен Янсен Пул По СНП Отдельно Мы сейчас Пройдемся И Итоги По Форц Кто Недавно К нам Присоединился В ЛЧ Допустим Проходит Только Осенью У нас Статистика И рейтинги В Каждый Квартал То есть Каждые Три месяца Мы Подводим Итоги По Основным Инструментам Смотрим Кто Талантливый И Лидирует Вот Реальный Счет Агран 220 Заслужено Доходность Неплохая 8 сделок И 2 Плюсовые Сопровождение Достаточно Хорошее Значит Майк Одна сделка Этого Этого Хватило Чтобы Вырваться Просто На второе Место И Кисан Три Сделочки Ну В общем Первые Пять Мест Заслуженно Получают Награды Тут Прямо Идеальные Сделки Давайте Посмотрим Перфоманс Репорт Матс Род Драйвдаун Нормально Терпимо Да Ничего Янсен Пул Сейчас Посмотрим Ну Что же Драйвдаун Похуже Так Ну В рамках Приличия Ника Болт 85 Сделок 72 Плюсовые Тоже Не Замечал Значит Ну Здесь Первые Три Агран Мика И Киса Как В одном Фильме Киса Были Здесь Это Первые Три Лидера По Форц Давайте Теперь Отдельно По Некоторым Инструментам Возьмем С 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 Он только Начался Мы Смотрим Дегабрьский А вот Тут И Есть Долька Первое Место То есть Заслуженно В общем И По ЦМЕ Отличился Надеюсь Это Это Он Долька Не Знаю Это Девушка Либо Мужчина Ханкнов Трейдер Хоть и Много Сделок Но Все Таки Он На Втором Месте И Свой Бонус За Третье Место Я Выберу Кого-то Из Первой Двадцатки И Где-то В понедельник Вторник На Сайте Будет Уже Официальное Размещение Призовых Мест Которые Получают Бонусы Дополнительные Пакеты К Их Ну Вот На третьем Месте Месяц Если не ошибаюсь Второе Место Два Месяца И Первое Три Надо Будет Вспомнить Самисток Улс Четвертое Место Много Сделок И Здесь Очень Много Сделок У Трейдеров Почти Тысяча Девяносто Девять Давайте Посмотрим Сколько Там Комиссии Уплощено 21 Штука Ну Самая Главная Доходность Зе 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 Тоже Новый Трейдер Мы Уже Видели Его В общем Рейтинге И АЛЕКС1 Так Держать 16 Сделал 10 Плюсовое Ну В общем Лист Повторяется По Семье По СНП Выступили Неплохо В этом Контракте Трейдеры Надеюсь Также Мои Рекомендации По Такой Некой Закономерности Перед Праздниками СНП Обычно Не любит Падать И Так оно И Произошло Слава Богу Так Еврик Люксарон Стат Отлично Просто Сумаршедшая Серийность Прям Безотказные Вообще Сделки 89 Из 99 Есть Есть У кого Поучиться И Набраться Опытов Посмотрим Какие там Были Просадки Не были Чуть Чуть Зашкаливали Так И На втором Месте По Еврику У нас Аликс 8 Сделок 6 Плюсовые Тут Бесспорно Даже Не Нет Сомнений Попадает В Бонусный Второе Место Биллин Прон Тоже Отличился 5 Сделок И Все В Яблочко Будет Посмотреть Но Не Первый Раз В Общем Кто Уже Не Один Год Посещает Волсит Онлайн Я думаю Вы Эти Никнеймы Уже Не Раз Слышали В Первой Двадцатке За контракты И По Другим Инструментам Периодически Появляются Пропадают Пропадают По Разным Причинам Но Одни И Те Женщики Ну Радуют Что Есть Еще И Новые Талантливые Трейдеры Сток Мани 128 Один Из Них Я так Понимаю Надо Посмотреть Не Не Обращал Внимание Возможно Если В Следующем Контракте Также Будет Держаться Значит Хорошо Л Банк Стабиль Идет Пятое Место В Прошлом Контракте Не Помню Но Тоже Где-то Было В Двысатых Местах Дизель Четыре Сделки Диплюсовые Фиора Знаем Таких Вот Пошли Ну Вот Как видите Сделок У Трейдеров Немного Несколько Из Первой Тридцатки Кто За 100 Сделок По Еврику Перешел Рубеж 100 Сделок В Контракте В Общем Около В Среднем До 10 20 Сделок За Контракт И Это Вполне Хватает РТС Это Само Собой Интересно Всем Сейчас Киса Первое Место Вот Так Вот Три Сделки И Все Так Как Надо Можно Нажать На Ник Трейдера И Посмотреть Эти Сделки На Самом Графике Ну В Первую Очередь Нужно Следить За Качеством Ну Здесь Снимаю Шляпу Как Будто Нарисованы Ну На Сам Деле Это Отображение Ордеров Которые Список Можно Посмотреть Браво Это Вот Наверное Мечта Каждого Трейдера Вот Так Зайти И Так В Совпадении Это Или Нет Можно Спросить У Кисы Он Это Леон Не Известно Но Паблик Чат Есть И Вы Можете Туда Писать С Вопросами Трейдера Просто Write Message И Отправляйте Сообщение Здесь Оно Появится Кстати Чат Давно Существует Можно Общаться Внутри Платформы С Другими Трейдерами Которых Неплохо Получается Торговать Да И С Теми Кого Не Особо Получается Даже Создавать Целые Группы Давайте Посмотрим На Лидера Второе Место Янсен Пул Открытие Покупки На 780 И Вот Эти Просадки Выдержал Простоял Пару Дней И Вышел Ну Ничего Так С Контрактами Правда Фин Знаем Такого Учились Третье Место Серийность Просто Безумно Радует Так Неплохо Аккуратно И Вот здесь Передержал Передержал Ну Видно Что Работаем По технике Аккуратно Спокойно Сдержано В принципе 10 Сделок 8 Плюсовые Это То Что Нужно Балк Вот он Студент Непоседа 150 Сделок И 50-50 Серийность Но Все Таки Вытащил Контракт Молодец Интересно Кстати Как там У Кости По ЛЧ Закончился Период Он Будет Спросить Вот новый трейдер Котч Тоже 7 Сделок Невероятная Просто У ребят Средность И Тоже Аграм на 6 месте 700 Правда Сделок Активно Торгует Напоминаю Вот трейдер У кого Не отображается Ник И Они В первой Двадцатке Просим Просто Вот Писать Ник Чтобы Можно было Вас В рейтинг Учитывать И Все Интересно Таланты Есть Понаблюдать Сима Опять Сделочек Неплохо Арнович В эти 17 Сделок Просто Классная Серийность А.М Ригуц Андрей Тоже Знаем Феку Еще Один Аккаунт Балка Ну Прям Молодцы Ну В общем Если Вы Здесь Вот Первой Тридцатки Есть Я Вас Поздравляю У У Вас Огромная Перспектива Впереди Немногие Трейдеры Могут Такой Отчетностью Ой Я про Рубль Забыл Совсем Забыл Про Рубль Это Тоже Интересно Ну Неплохо Неплохо Закрыли РТС В этом Контракте А Вот По Рублю Чего Мало Сегодня У Нас Доходность Раньше Больше Трейдеров Участвовало Всего Лишь 22 Закрыли Отчетный Период В Плюсовой Зоне И Это Первое Место Бенджамин Знаем Таких Старичок Алекс 01 Похоже По валютам Он Просто Непобедимый 88 Сделал 50 Плюсовые Молодец Так Держать А Капитал Тоже Вроде Недавно Появился 14 Сделал 12 Плюсовой Неплохо Дизель Тоже Старичок Не Сдается Серега 27 80 Интересная Серийность Надо Посмотреть За счет Чего Три Сделки Вытащил Я думаю Там Интересные Сделки Сам Алекс Тоже Знаем Ямах Олежка Кош Алекс Стар В общем Все Те Же Никнем Странно Что На Рубле В этом Контракте Так Мало Публично Торгующих Трейдеров Ну В общем Вот такая Серийность Не в понедельник Но вторник Точно Будут Уже Списки С Поздравлениями По Лидирующим Местам И Будут Указаны Имена Ну Вернее Ники Из рейтинга Кто получает Бонусы Не забудьте За ними Обратиться Написать В skype Либо на email Если Допустим Забыли Вам Написать Из Поддержки Так что Молодцы В общем Неплохо Неплохо Не такая уж И плохая Отчетность Контракт Был Такой Напряженный Итак А Теперь У нас S&P Напомню Что У нас Теперь Новый модуль Классер Профайл Профэшнал Это Улучшенная Усовершенственная Обновленная Просто Вариация Классер Профайла И Классер Чарта Можно Настраивать Абсолютно Как удобно Причем Комбинировать Разного Типа Информацию Бидаск Либо Бид И Трейдс Объем Ну В общем Попробуйте Потестируйте Если будут вопросы Пишите в скайп Поддержку В отдел Обучения Вам подскажут Как там Чего нажать И куда Фильтры Вбивать Здесь много Настроек И В общем Под любые Запросы Трейдеров Можно адаптировать График От скальпинга До позиционной Торговли СНП В мартовский Контракт Уже Начал показывать Себе С 9 числа Уже там Торговали Порядка Миллиона Оборот За Сессию И По дельте Третью сессию Подряд Идет Такая Активность Селлеров Отметим Дисбалансы Фильтры Которые Вы видите Это Настройки Непосредственно Перевес То есть По агрессорам В процентном Соотношении То есть Перевес Агрессоров По бит И по аск Несколько раз Превышает На Какую то из сторон Если допустим На продажах То подсвечивается Непосредственно Та цена Колонка Бит И вот Мы видим Здесь И почти Тут 90 тысяч Тут 99 И здесь 80 И соответственно 72 Собственно Ушли Как раз Под 90 тонн Ближайшая Сегодня На сессии И Если На следующей Неделе Мониторьте С понедельника Не смогут Они Вернуть На 22.60 22.64 Цену То скорее всего Пойдут Атаковать 48 И 46 Вот еще уровень То есть Если за 51 Ну уже Пройдут Тогда Скорее всего Будут идти дальше На снижение Повысили Повысили процентную Ставку Для фондового рынка Это Дороже Кэш И Меньше Ликвидности Поступит В Вливание В фондовый рынок Но Они Они Могут Как раз На обратном На обратной Динамике Сыграть За счет Того Что Толпа Начнет Сбрасывать Фондовый И Откупать Будет До последнего Поэтому Пока Вот стоят Уже 4 сессии Даже 5 В коридоре Формируют Прощадку Она Уже В принципе Есть Это 22.53 По 22.64 Это Вот Такой Проторгованный Неплохо Массив Выделим 63.53 Ядро Текущее Расширение Байеров Либо же Селеров Соответственно Ставьте Просто Алерт На 65 И На 52 Кто Расширит Дальше Останется Подтверждение Только На Локальной Экстремой Открытый Интерес Сейчас Прибавляет Обороты Поэтому Его Констатировать Естественно Будет Не так Нужно Так как Все равно Будет Приток Открытых Сделок Еще Несколько Дней Как Минимум Рассмотрим Детально По Уровням Которые Сформировали На Этой Неделе А Торговля Была Ну Скажем Так Показательно Манипулятивной Обратите Внимание На Движение Особенно Со Средины Торговой Недели Значит Ну Здесь Маневры На Сброс Стопов Европы В принципе Нормальное Явление Такие Вот Вспышки До Самого Максимума И затем Возврат Обратно Такие Вот До Нулевой Реверсивности Здесь Конечно Процентные Ставки И Такие Резкие Движения Резкие Возвраты В Снп В этом Контракте Похоже Трендовая Такая Модельность Будет Итак Штаты Разместились Вчера И Сегодня Вот Коридоре 50 Вернее 59 Нет Повыше 60 Возьмем Этот Массив Как Потенциально На Сопротивление Вторую Сессию Не Расширили Коридор И Пока Вот Пятница Болтается В Подвешенном Состоянии Пару Поддержек Вот Здесь Набросали Еще Вчера С Открытия Тут Очень Быстро Набросали Вполне Ну Предсказуемая Была Реакция После Повышения Процентных Ставок Многие Начнут Шортить И вот Их Выносили До Прям Ядра Торника И Часть Ряды Там Еще Оставили Объемы Тоже Фиксируем Качество Сопротивления Так как Четверг Уже Не смог Его Пробить А Пятница Тем Более Ну И Крайняя Точка Это 72 Но Там Уже Само Собой Подтянутся Из Технического Анализа По Сопротивлению Соответственно По Закрытию Пятницы Если Закроется Ближе К Поддержке Шансы Огромные Что Продавят Все Кодировку Поддержки 48.5.51 Три Сессии Дельта На Агрессоре На Продажу И Модельность В принципе Пока За Снижение Но Опять же Вы Учитывайте Важный Контрольный Уровень Так Могут Конечно Обмануть И Манипулятивно Еще Толкнуть Наверх Но Праздничный Период Я думаю Сильных Движений Не Будет То есть Еще На следующей Неделе Под GDP Качнут Но Потом Уже Ближе К Первому Январю Рынки Затихнут Скажу По S&P Они Особо Не Празднуют Новый Год В Штатах Поэтому Сразу После Нового Года Первый Ближайший Будний День Будет Уже Работать Чикагская Биржа И Торги Будут Само Собой Ити В Обычном Нормальном Режиме Как и положено По Расписанию Перешел В Европейский Евростокс 50 Пока Ликвидность Миллион 100 И Вся На самом Пике Вот По Склейке Двух Контрактов Сейчас Выделим Ближайшие Уровни Для Нового Контракта Площадка Неплохая Вот Из Трех Сессий Ориентируемся На Коридор 32 18 32 33 По сути Если на Следующую Неделю Будут Показательно Поддерживать Байеры Не пускать Ниже Цену Можем Шагнуть Наверх Если Начнется Ипоц СНП Я думаю Особо На Европейских Биржевых Площадок Площадках Сильно Долго Думать Не будут И тоже Начнут Скидывать Поэтому 84 32 00 Еще Один Такой Проверочный Уровень На Активность Байеров И дальше Уже Я думаю Если Этот Уровень Пройдут Лучше Повременеть Покупками И не Не Раньше 31 Не Пробуй Даже Заходить Ядро Прошлого Контракта 30 55 30 15 Тоже Немаловажный Уровень Как видите На Дельте Здесь Сессия Первая Неплохо А сегодня Уже Нулевая То есть Вчера Было 44 Тонны На Байерах И Сегодня Уже Нулевая Процент Нам Перевес Сейчас Посмотрим 0.1 Процент То есть Абсолютно Баланс Коварные Коварные Сессии Такие Где Очень Большой Объем Но Никакого Перевеса Ни Байеров Ни Соляров В итоге Не Оказывается И Закрывается Наверное Видите По центру Это Самая Такая Коварная Сессия Дакс То же Самое Недавно Вот Буквально Сегодня Вчера Перешел На Мартовский Ликвидность Идет Системная Как видите Соответственно Работают По Накатанный И Вот Первая Сессия Поэтому Тут Брать Единственный Этот Объем Сегодня Пока Еще Рано Отчитается По Британии По GDP Штаты Пару Отчетов По Германии И тогда Уже Могут Качнуть Возможно Опять Начнется Суматоха С Меркель И Так Далее Подтянут Проблемы С Грецией Португалией РТС Так Что это у нас Тут светится Мы сейчас Это уберем На Мартовском Контракте На Новом Уже С 8 числа Шли В основном Смело Байеры Сегодня У нас Почти 8 тонн На Продаже И У Минимума Вчерашней Сессии Поэтому Осторожнее В принципе 55 И 53 По Баррелю Нефти Неплохо Пока Держится На этой Цене Еще Вполне Ну Может Корректировка Будет Так как Мы Наблюдали Неплохой Такой По Динамике Рост Начиная С 14 11 И По Текущий День Вот Только Начались Корректировки Фактически Месяц Без Единого Затяжного Ну Вот Три Сессии И то Это Нельзя Сказать Что Это Затяжная Коррекция Плановый Сброс По Стопикам И Вот Первые Такие Волатильные Реакции Отметим Я сейчас Включил Склейку Контрактов Значит Ближайшая Поддержка Это Вот Эти Все До Загрузки На Покупку 110 200 110 500 Потом Вот Сессия Неплохо Запаковали 108 300 108 600 Так И Само Собой Здесь Прям Три Сессии Уложили В 106 И В 107 На Каком Из этих Уровней Становится Коррекция Будем Мониторить Уже Непосредственно У терминалов На Следующей Неделе Ну Не Помешало Бы Коррекционный Сбросик А Потом Уже Даже Там В районе 107 106 108 Дальше Загружать На Покупку Возьмите Фондовый Рынок В этот Момент И Мониторьте Дельту На Фондовом Которые входят В этот Индекс Если там Начнут Паковать Объемами Большими На покупку Вот И Хороший Знак Так Открытый Интерес Сейчас Только Набирает Обороты Поэтому Ценность Пока Он Не особо Сейчас Даст Так Чисто Новый Контракт Март 17 Вот 12 Вот 300 Даже 112 400 По 114 200 Коридор С двух Массивов Состоит То есть Максимум Минимум Четверка Плюс Пятница Вот Но Как Контрольные Уровни Кто Расширит Цену Селлер Либо Жебайер Тот И Контролирует На Ближайшие Несколько Дней Цену Смотрим Сколько Раз Прям Прощались На 114 И Уже Третий Раз Атакуют 112 400 Перед Выходными Сбросили В Саму Собой Позиции Такой Резкий Рывок Вниз Хотя Сессия По итогу 99% Была Все-таки На Движение На Рост Пытались По крайней Мере Всю Пятницу Рубль Продолжение так это склейка сейчас давайте возьмем чисто мартовский посмотрим на мартовском практически все сессии особенно вчера были на агрессоры на стороне байеров массив где они отличились весома это 650 по 800 это на фьючерсе и старт стартовали с 620 50 61900 там хоть дельта поменьше было в раза три но пока себя дельта оправдывает смотрим spot а 12 12 очень агрессивно прошлись в районе 61 61 25 и базовый ориентирный уровень тут не обязательно не обязательно мониторить вчера тоже были байеры 324 тонны и сегодня дельта фактически нулевая то есть нейтральная но вот этот уровень в любом случае возьмите на заметочку так возьмем период последних сессий раз начало середина ноября по продажам прошлись 63 90 64 25 три сессии отличились и на расширение толкнули уже 30 числа тут тоже были селлера буквально вот рядом 64 55 хорошая такая активность вот этот пролет 63 по 62 похоже закрывают и ближе уже к 63 будем смотреть как будут себя вести на агрессоры на продажу пока четыре сессии подряд идут на рост и почти одинаково закрываются вернемся на рубль это на 15 минутном таймфрейме отметим интересные уровни синяя линия это индикатор vwp среднеизвешенная относительно объема и на марте новом контракте тут прям отчетливо видно как старались в коридоре 62 640 по 62 850 это весь четверг продолжалось феерия потом всех скинули по стопикам само собой без этого никак снова до загрузили и на максимум с открытием показалось мало еще до загрузили и массив тоже можно брать 63 120 как возможный уровень поддержки тоже массивность не слабенькая отдельно выделим другим цветом темнее массив 1 2 3 и расширением новый контракт vwp не пробили не в четверг не сегодня закрывают на пике недели вполне может быть продолжением присматриваемся к первым 63 130 62 930 могут прямо отсюда снова за тарица на покупку и там уже будут просматриваться линия поддержки пока вот такая картина еврик на мартовском идут агрессоры в основном на шорт и вот ближайший уровень такой проблемный 0504 по 054 если его не пробьют и на понедельник и на вторник не хватит силу майор тогда наверно будет динамика продолжаться у нас дельта 1300 сегодня соответственно вполне предсказуемые фиксации после таких двух сессий и и если они не смогут толкнуть соответственно пока на боях особо не заработаешь желательно конечно возврат до 0606 20 после этого уже можно присмотреться какой-то зарождающейся динамике наростах два сильных расширения с 08 до 06 из 06 до 04 тактично системно и принципе с такими моделями можно даже работать на еврике фунтец тоже мартовский контракт новые уже уровни напомню кто недавно присоединился либо смотрит записи объемы которые поступают сейчас там два-три дня первое в начале контракта самые такие интересные за счет того что все сделки идут на открытие большинство само собой внутри сессии открывает и закрывает но вот приток открытых позиций на рынке чищене когда вот в начале контракта на самый чистый интерес на открытые позиции и вот две сессии пришли на 24 20 24 35 24 65 и там обе сессии на майрах пока 25 33 отметка но вот этот уровень желательно чтобы не прошли на следующий неделе тогда еще вполне сможет сформироваться площадка в районе 26 24 5 и с нее могут потихонечку толкнуть а их не толкнут ну надо смотреть уже непосредственно по ситуации пока вот активность у байеров появилась из интересного для индекс доллара отметка 102 и 6 и я так понимаю это еще не все тоже открытый интерес самый разгар 4 с половиной тонны дельта за сессию при ликвидности 56 то есть не слабо массив на новом контракте контрольный 103 15 по 102 90 вот относительно него ориентируйтесь если индекс будет удерживать выше этого коридора соответственно проложение тренда более вероятно ну а вид wp попросту вам будет сигнализировать он как минимум пределах динамики между первым отклонением вторым под себя уже настраивайте какие вам удобно смотреть нефть сель по ликвидности пока вот набирают обороте ки уже вышли на 224 тонны агрессоры все также со стороны селлеров массивы плотные сосредоточены на 53 60 54 20 вот и сегодня более такая нулевая дельта фиксация само собой перед вы кином для роста просто сильно необходимо пробить и вот как раз все 420 все 430 жизненно важен и чтобы не ушли ниже 51 тогда начнется уже приток зевак толпы и могут раскачать до 48 поэтому если пока будут удерживаться они как раз неплохую модель на продажу подрисовывают обычно на больших ну на популярных в числе контрактах такие модели заканчиваются обратно резкой динамикой то есть если понедельник выстреливает на 53 и 5 и пробивает потихонечку все четвертую то в принципе вот мы видим завершение этой корректировки ну самое главное что 51 не пробили бренд итак вот она поддержка на селью не так видно хорошо хоть сель и ликвиднее сейчас и контракт чем бренд крутой но для тех кто только изучает объемный анализ вот эта комбинация расторговки торговых сессий масштаб огромный конечно но индей идентичная активности в проявлении агрессоров на покупку определенных важных уровнях очень показательным итак мы видим массивность тут массивность тут открываются с гэпом даже вышли выше максимума соответственно ожидать что будет закрывать ну прям очень очевидно вопрос только через сколько сессий пришли на уровень поддержки и здесь снова появляется активность причем плотная до 10 тонн по 53 40 то есть вот это видно что идет защита поддержки не хотели не не очень хотели пускать ниже 53 и 10 лет хорошо по выделять этот уровень уже себя показал и дальше уже по сопровождению две сессии пытались не покупать сегодня нейтральная сбрасывают вчерашние покупки поэтому нулевая дельта ближе к нулю это нормально предсказуемо после 53 1 ну вот промежуточная загрузка была на краснорушение за 51 тоже немаловажный уровень еще могут здесь себя проявить спекулятивным байерам по нефтитектору и потом уже формировать рост нул как только пробивает 53 и 10 повремените с покупками лучше посмотрите с какой агрессией по ликвидности будет это делать и какой фоновый режим будет типа новостным каналам диржевым и тут отличилось золото на это неделя 1140 отметкам 133 с половиной по 138 плотненько так поработали байеры пока удерживают ближе к максимуму пятницы цену останется вот пройти блокпост из сопротивления 143 144 с половиной две сессии ну вернее сессия вчерашняя пока не осмелилась при ситуации они сегодня попытались второй раз это сделать и в общем край из кровь бизнесу нужно на следующей неделе этот уровень пройти если вы на покупке стоите если вы в продаже либо ее планируете подыскивать ну не самое подходящее время но сопротивление может себя проявить еще раз три сессии на шорт из которых две больше шести тонн и нулевая дельта сегодня соответственно подтверждению фиксации частично и этого перевеса не хватает расширить дальше цену так как объема по дисбалансу не так много но плотненько удерживали 133 с половиной 138 ну вполне шансы чем чем черт не шутит то есть динамика нефти влияет еще и ее как дополнительный критерий фактор добавить необходимым на сегодня все еще напомню предновогодние скидки по традиции за пару недель до нового года на сайте можете посмотреть детальную информацию вам хороших выходных обязательно сходите в парк слепите огромную снежную бабу и и попутного тренда на следующей неделе не забывайте следить за новостями и встретимся в следующую пятницу и запись на ютюбе на всех социальных сетях будет примерно завтра либо же в понедельник вы сможете посмотреть всего на лучшего до свидания пока пока